Здравствуйте, Вячеслав Анатольевич. События происходят во всем мире интересные, где-то катастрофические, но, как всегда, катастрофы дают возможность что-то переосмыслить, на что-то посмотреть совсем с другой стороны. Давайте начнем с того, о чем мы уже неоднократно говорили, когда встречались. Это с Курильских островов. Только что японцы, которые ведут себя, на мой взгляд, совершенно нелогично и непонятно, объявляют сначала страшные санкции, потом говорят, что мы из санкций убираем уголь, нефть, газ, древесину и все такое. Нам-то со стороны это кажется какой-то дурью, не может быть так. Я тебя бью, но я у тебя что-то возьму, черт с тобой. Но особо можно отметить то, что они вдруг опять Курильские острова объявили своей собственностью, своими северными территориями. То есть, почему они сделали опять акцент на это? Какие у них надежды после того, как у нас в прошлом году, по-моему, или в позапрошлом уже было принято решение о изменении в Конституции, где любое изменение территории Российской Федерации недопустимо? Как вообще можно говорить о каких-то переговорах на эту тему? Понимаете, в чем дело поведения японцев, оно чем детерминировано? Ну, некоторые думают, что вот, они там очень большая плотность населения, они там живут узкой полосой вдоль Тихого океана и вдоль Японского моря, Южно-Китайского, а все остальное, это там непроходимые горы, там киснетища, значит, негде даже домик вот такой маленький поставить, как у Кума Теквы был, помните? Известные книги Жанни Радари. Но, значит, при всем при этом, на самом деле, если посмотреть, что там происходит сейчас, с точки зрения демографической, то у них есть, вообще-то говоря, проблема большая, японцы массово покидают остров Хоккайдо, самый северный свой остров. То есть, вопрос не в том, что им земли не хватает, если бы не хватало земли, был бы обратный процесс, они бы заселяли территорию. Значит, это вопрос, который, значит, имеет для них многогранное значение. И не последнее значение заключается в том, что японцы, значит, вообще-то говоря, не являются в полной мере независимым государством, с полным таким суверенитетом, как мы привели к Дону, за ними ставятся ДНИО на Штаты Америки. Значит, им нужны Соединенным Штатам не столько острова, столько, значит, то, чтобы под контроль их ближайшего сателлита попали Курильские проливы. Особенно Южные проливы Курильские, потому что это проливы, которые имеют достаточную глубину для того, чтобы туда прошли, значит, любые суда и авианосно-ударные группы, и стратегические подводные лодки. А зачем это нужно американцам? Значит, давайте вспомним, что они до сих пор действуют на основании своей стратегии превентивного глобального удара. Вот они когда-то пришли к выводу, что современное оружие позволяет им мгновенным ударом, значит, подавить все пусковые установки ракетно-ядерное оружие потенциального противника. Но наиболее вероятным противником для них является Россия с этой точки зрения, значит, это записано во всех датеринальных документах их, и вот и здесь. Но для того, чтобы нанести примитивный удар, им надо как можно ближе подвинуться к территории нашей страны, для того, чтобы этот удар действительно был мгновенным. Вот представьте себе, Курильские острова – это прямой выход к дальневосточному побережью нашему Тихоянскому, значит, там, где расположены наши самые главные военно-морские базы, где самый главный дальневосточный потенциал. Это, значит, и Магадан, значит, это и Николаевс на море, и Советская гавань, и Владивосток, и все остальные там базы, которые у нас есть. Вот они здесь, это мгновенный удар, мгновенный. Значит, это одна сторона дела. Другая сторона дела, значит, то, что сегодня Курильские острова являются естественным рубежом обороны. Как говорил Сталин, раньше Курильские острова – это были, как бы, острова, с которых японцы планировали нападать на Советский Союз, а теперь это будет наш рубеж обороны. Значит, и поэтому в случае необходимости именно там могут находиться наши стратегические подводные лодки, носители ядерного оружия за этим рубежом и оттуда наносить удары не в открытом Тихом океане, а в проливы перекрыты. И поэтому, значит, уничтожить их подводными лодками многоцелевыми противникам становится труднее. Теперь давайте перенесемся в Арктику. Да, вот я хотел спросить, это понятно, ведь с Японией сейчас, а на Арктику почему сейчас все так смотрят? А вот глобальное потепление, значит, дает возможность с военной точки зрения, я сейчас не беру всю экономическую часть, с точки зрения природных ресурсов, с точки зрения логистических, значит, этих путей и так далее, а с военной точки зрения они позволяют тоже приблизить к нам максимально близко, значит, силы, ударные силы, которые будут участвовать в этом мгновенном глобальном ударе, тоже из той же серии и Украина. Ведь, значит, конечная цель превратить Украину в форпост НАТО, значит, так, и обеспечить там возможность размещения, значит, своих баз американских. Или же использовать потенциальные возможности Украины, как их союзника, значит, или даже если Украина не стопит НАТО, то они хотели стать всегда сателлитом при НАТО. У Украины же тоже есть возможность создать ракетно-ядерное оружие. Я подчеркиваю, ракетно-ядерное оружие. Вот все сейчас говорят в основном про ядерные бомбы, ну, так называемые грязные, то есть упрощенные, которые, значит, Зеленский грозился создать, помните, значит, на конференции в Мюнхене. Ну, ведь, на самом деле, Южмаш одновременно создал, значит, передвижные ракетные комплексы, опытные образцы, значит, дальность стрельбы которых, ракеты, полторы тысячи километров, передвижные, которым уже предъявлены границы и так далее, и так далее. Значит, иначе говоря, даже если мы будем говорить, что формально Украина не разрешила бы разместить базы, значит, Соединенных Штатов, они сами могли создать, значит, такое оружие, которое участвовало в этом глобальном мгновенном ударе на стороне Соединенных Штатов Америки. Видите, как, значит, все это выстраивается, какие цепочки. Ну, это мы говорим о военной стороне дела. Теперь вот ваше совершенно верное замечание по поводу того, как японцы ведут себя, когда говорят, что будут все-таки покупать уголь, нефть и газ. Не только японцы, это и немцы говорят, и американцы. Да, ну, конкретно, если говорить конкретно о Японии, то, конечно, они там, ну, как это, по-русски говоря, надувают щеки, они такие мощные и так далее, и так далее. У них есть одно очень большое вызовемое место. Это, конечно, снабжение энергоесурсами. Да, у них большую долю занимают атомные, значит, электростанции в энергобалансе и так далее, и так далее. Значит, но и в то же время, значит, они используются, используют привозные ресурсы, в первую очередь, конечно, значит, это нефть, газ, углеводород. Вот, короче говоря, вот если так разобраться, многие люди до сих пор недоумевают, а почему, собственно говоря, в 1941 году вдруг японцы напали на Соединенные Штаты Америки? Помните? Перл-Харбор и так далее. Причина была, значит, одна. На самом деле японцы, значит, в общем-то, поставили перед собой цель завоевать Азию, создать так называемую большую, значит, империю, значит, японскую воссоздать. Значит, вот у них была главная цель, значит, ну и они имели виды и на наши дальневосточные рубежи и так далее, и так далее. Но для того, чтобы осуществить эту мечту, значит, им надо было иметь беспрепятственный доступ к нефти, топливу. Значит, в то время, значит, основным добычником нефти в Азии была Индонезия, она находилась под контролем Соединенных Штатов Америки. Для того, чтобы захватить эти нефтяные промыслы, обеспечить себе тылы, значит, вот они осмелились совершить дерзкое действие, напасть на Соединенные Штаты. Но уничтожить, да, Техокеанский флот. Ну, это вот штрих, который показывает, какое значение для них это все имеет. Значит, да, конечно, значит, они в основном пользуются, значит, поставками из Ближнего Востока, значит, и так далее. Ну, а им надо диверсировать, им надо, как бы, иметь как можно больше разных источников. На Ближнем Востоке ведь тоже, вы видите, обстановку, во-первых, неспокойная, ну, горят нефтебазы, там, Союзовская Аравия, там, и так далее, и так далее, столкновения. И все остальное пути могут быть перекрыты, значит, в том числе и потенциальным соперникам, тем же, тоже самое Китайской Народной Республике, и так далее. Им надо, конечно, диверсировать, создавать запасы. Поэтому вот эта двуличная такая позиция, значит, ну, двуличие, собственно говоря, оно и присуще их, линии позиций всегда, значит, они говорят, что мы присоединили Курилы в результате, значит, того, что Япония находила в сложном положении после Второй мировой войны, а они, как у нас Курилы, мы не находили сразу в сложном положении во время Крымской войны. Вот тогда они оттяпали у нас Курилы, будем говорить, так? И Сахалин, да. Значит, поэтому, как бы, что бы они там ни говорили, но у них есть несколько мотивов по Курилам, и одновременно есть несколько соблазнов сохранить с нами связи по части энергетики. Это такая линия, знаете. Значит, а на что они надеются? Она тоже на что надеются, значит, и Соединенные Штаты, и их европейские, будем говорить, союзники, на то, что они все-таки додают Россию, им Россия не нужна, они уберут ее с арены, и тогда, значит, как бы, вот эта жесткость и все остальное, это в одну копилку, кап-кап-кап, для того, чтобы... Ну, для меня, например, вот эта фраза руководства Японии о том, что они ни за что на свете не избавятся от этих энергоресурсов, говорит о том, что кто кого держит за яйца. Правильно? Мне кажется, что в данном случае, если говорить об энергии, то, конечно же, не японцы держат кого-то за эти самые тестикулы. Сейчас, если возможно, у вас было очень много идей, вы предлагали их Путину о том, как реорганизовать вообще экономику российскую. Вы говорили об этом еще 10 лет назад, 12. Но, к сожалению, к вам тогда мало кто прислушивался, и российская экономика долго оставалась такой олигархической, которая служила не знамо кому. Деньги вывозились, все чертовы эти деньги, доллары, евро, вывозились за границу, покупались там яхты, кто-то здесь что-то строил или перестраивал. Скажите, вот эта ситуация в экономике, она может сейчас оставаться такой же, как была на фоне того, что весь мир перевернулся, нам все перекрыли. При этом осталось то, что возможность, например, производить необходимые энергоресурсы, удобрения и продовольствия, она здесь как была, она так и сохранилась. Чего не всегда сейчас можно сказать о так называемом коллективном Западе. Как может быть перестроена российская экономика? Она должна стать сталинской, она должна стать социалистической. Что должно произойти, какие кадры должны появиться у нас в стране? Понимаете, когда мы говорим о том экономическом курсе, который проводился в нашей стране после 1991 года, после распада Советского Союза и всех известных событий, и до настоящего времени, то мы должны понимать, что она родилась не просто так, неспроста. Значит, она, по крайней мере, первую часть, ну, по крайней мере, все 90-е годы она была в какой-то степени вынуждена. Значит, почему? Потому что, вы помните, что под занавес существования Советского Союза, значит, мы набрали огромное количество кредитов. Кроме того, в ходе шоковой терапии состояние экономики было России такое, но вся страна, значит, вступила в эпоху не то чтобы турбулентности, а урагана, когда, значит, предприятия останавливаются одно за другим и так далее, и так далее. Никаких у государства не было доходов для того, чтобы содержать бюджетную сферу, для того, чтобы расплачиваться по старым долгам, значит, и так далее. А ведь Соединенные Штаты Америки и Международный Валютный Фонд, и все остальные прислуживающие им структуры, они же, значит, очень сильно давили на руководство страны, тогда на Ельцина, значит, и так далее, и так далее, о том, чтобы мы признали на Россию долги Советского Союза. Хотя, на самом деле, между странами, ну, когда-то называли СНГ, прошел раздел и имущества, и обязательств долговых, и можно было им на этом закончить, но они настояли, чтобы была субсидиарная ответственность. Так это не Ельцин настоял, чтобы мы за все отвечали? Это на Ельцина, значит, очень сильно давили. Значит, так, чтобы, что такое субсидиарная ответственность? Они хорошо понимали, что какая-нибудь Киргизия ничего никогда не заплатит, значит, надо с России взять. А что, почему Ельцин на это пошел? Почему он пошел? Не только ради своего тщеславия, там, и так далее, и так далее, вот какой я крутой, а еще и потому, значит, что условием, как бы, вот это принятие субсидиарной ответственности, в ответ он получал, по-моему, легитимность, что вот Ельцин на Советском Союзе нет, но теперь Ельцин, как бы, наследник Советского Союза, соответственно, Россия получает место, значит, в Организации Объединенных Наций, которая раньше принадлежала, значит, Советскому Союзу, и это никто не оспаривает, хотя некоторые могли бы, допустим, оспорить, да? Сохраняется, допустим, ядерный потенциал, значит, Ельцин становится, Ельцин дает представной стул, значит, большой семерки, значит, ну, в общем, короче говоря, они обставили вот так вот вокруг, что само легитимное существование Российской Федерации как сменщика Советского Союза была бы усвоена этим. Значит, как говорится так, и дальше что же получается? В ходе этих реформ, будем говорить, как бы стране нечем не то, чтобы, значит, расплачивать по долгам, но даже само себя содержать. И тогда они, грубо говоря, вносят, значит, вводят внешнее управление для нашей страны. Они дают такой вот талмуд, который называется Вашингтонский консенсус, и говорят, значит, это обязательно для всех тех стран развивающихся, которые очень сильно задолжали, мы должны быть гарантированы в том, что вы вернете долги. Поэтому вот вам предписание, как вы должны действовать. Вот именно этот алгоритм действий позволяет нам, значит, быть уверенными, что мы сможем вернем, значит, долги и все остальное прочее. Это алгоритм, значит, это либерализация экономики, приватизация, приватизация, чтобы они тоже могли в ней участвовать, так. Значит, и самое главное, значит, это снятие всяких препятствий, значит, на движение товаров и капиталов. Значит, ну вот здесь-то и началось форменное ограбление, значит, будем говорить, государство и так далее, и так далее. Значит, а как это делалось технически? Вот начинается новый финансовый год. Вот президент Российской Федерации выступает с посланием, да, в котором он говорит о том, как будет вести политику там на следующий год над посланием перед Федеральным Собранием и Народом. И одновременно с этим, значит, пишется за спиной всего это меморандум, значит, об экономической политике, который, значит, подписывается правительством и Центробанком Российской Федерации с Международным валютным фондом. В нем содержатся совершенно иные вещи. Значит, что бы там ни говорил, значит, в своих речах президент. Иными словами, значит, мы ввели ту экономическую политику, которая была предписана извне. Это было условием того, что они дадут нам кредит. Для чего? Для погашения старых кредитов. Вот эта история, значит, подвела нас к дефолту 98-го года. Дефолт 98-го года позволил, значит, в какой-то степени выйти из этой ситуации. А уже тогда, когда в начале 2000-х годов вот новый президент у нас появился, началось наведение какого-то порядка. Значит, во-вторых, очень нам повезло, то, что очень резко поднялись цены на энергоносители. И мы смогли избавиться из этих долгов, всяких этих лондонских, парижских клубов и так далее. Вот тут-то и пришло время, значит, менять экономическую политику. Надо создавать новые модели развития, которые позволили бы нам не только восстановить отдельную отрасль, там, оборонный потенциал, еще какой-то, а в целом, значит, вернуться на передовые позиции, значит, в мире. Но, к сожалению, это не сделано, потому что инерция этих старых подходов, она до сих пор и есть. Значит, до сих пор, до самого единомого времени эти меморандумы подписывались, хотя сейчас они нам были вообще не нужны. Прямо вот Путин выступает и подписывается меморандумом СМПФ? Да, они, значит, не публичные и так далее, и так далее, но, значит, почти до самого недавнего времени. Они, может, не носили уже такой жесткий характер, но, тем не менее. Сама роль Центрального банка, значит, она не соответствует тем задачам, которые мы должны, значит, задачам развития нашей страны. У него только предписано, значит, соблюдать стабильность, будем говорить, денежного обращения и курса рубля. Это как раз то, что и нужно, значит, для международных финансовых организаций, но не то, что нужно для развития страны. Значит, и так далее, и так далее. Сохранили все те люди, значит, которые тогда всплыли, значит, в те годы, значит, те, которые до сих пор, значит, или их, будем говорить, сменщики находятся в одной парадемии мышления. Значит, вот это все, как бы, их мышление, знаете, я бы характеризовал примерно так. Они вполне, может, презентабельны, значит, ну, знающие в чем-то люди и так далее, но само понимание экономики, примерно такое. Вот знаете, в физике есть такие сейчас представления о том, что из вакуума, спонтанно, сами по себе рождаются частицы, там, значит, бизоны, мионы и так далее, из которых состоит вот физический мир. Вот так же они, они не мыслят, значит, экономика, как реальной деятельностью людей. Они мыслят какими-то, как они говорят, агрегивными показателями, которые, вообще-то говоря, неизвестно спонтанно, откуда-то, значит, появляются, значит, вот они ими оперируют. Там, уровень там инфляции, там, долги, таргетирование и так далее, не понимая, как это скажется, значит, о том, во-первых, не понимая, что это родилось там, вот в реальном секторе экономики, и как это скажется, значит, экономическая наша жизнь, что будет с теми или иными, отраслями и так далее. То есть, вот эта примитивизация мышления, которое пришло нам вместе с этими западными предписаниями и теориями, она до сих пор сохраняется. Вот если мы возьмем руководить тех руководителей правительства России, или финансово-экономического блока, как сейчас можно говорить, России, начиная с 91-го года и нынешними, вот так посадим их и скажем, вы экспорты. Ну, что надо делать, чтобы развела страна? Они вам в один голос, как по стандарту скажут, реабилизация, не надо кошмарить бизнес, значит, не надо ставить барьеры во внешней торговле и так далее, приватизация, значит, надо добить до конца, значит, вопрос, у нас слишком большой государственный сектор, там, значит, и так далее, никакого контроля за ценами, значит, борьба с инфляцией через ставку, вот это стандартный, джентльменский набор, они, в общем, расскажут. Поддержка малого и среднего бизнеса, как будто он на самом по себе, значит, может развиваться, если нет большой экономики и так далее, и так далее. И все это они упакуют и скажут, это и институциональные изменения, которые надо произвести. Красиво, упаковка, бантик. Других мыслей нет. А на самом деле, значит, будем говорить, если мы возьмем и наш собственный российский опыт, и советский особенно опыт, и зарубежный опыт, опыт тех стран, которых чего-то добились, все было совсем по-другому. И основано было и на другим подходах, и взглядах, значит, к развитию экономики. Там, прежде всего, реальный сектор. Учет того, значит, что конкретно данная страна может, значит, что ей не нужно, как бы, на чем надо сконцентрироваться. Значит, это было у всех. В Японии действовала Министерство внешней промышленности, внешней торговли, которая этим занималась. Планы органов существовали и в Корее, во Франции, значит, я уж не говорю про наш знаменитый госплан. Значит, определение стратегии развития на много лет вперед. Есть у нас такая система? Нет у нас такой системы. Да, закон о стратегическом планировании есть, но самое главное, значит, стратегии социально-экономического развития страны до сих пор нет. Вы можете сказать, ну, у нас существуют там национальные проекты и так далее, и так далее. Нет, но вот Путин вчера выступил по поводу авиации, что нужно возрождать гражданское авиастроение. Вот это, это как? Это вписывается в то, что нужно делать? И как это нужно делать? Определено или нет? Безусловно, вот смотрите, значит, вот я говорю о том, что нужно воссоздавать систему, значит, планирования, стратегического планирования. Надо воссоздавать госплан, надо воссоздавать, значит, комитет по науке и технике, который бы, как бы, выделял главное направление научно-технического развития, как это было у нас в Советском Союзе. Мы же не все подряд исследовали, что хотели ученые. Значит, резать лягушку или там, значит, какую-нибудь амебу в каком-нибудь болоте исследовать. было определено главное направление, по которому должна двигаться наука и какой она должна дать выход на, значит, как бы, практику. Вы же, например, значит, знаете о том, что астрофизика наша, советская, она же достигла очень высокого уровня в теоретическом представлении, значит, о строении Вселенной и так далее, и так далее. Откуда она взялась? Да, из исследования, значит, процессов грения, где родились наши многие академики и так далее. Для чего нужно были эти исследования? Для создания реактивной системы залпового огня. Вот смотрите, как по цепочке. Вот эти главные направления сейчас должны выделяться. Вот система. Среди тех, она должна выделить, значит, главное направление, куда надо конституировать ресурсы внимания. Значит, ну, конечно, вот мы сейчас говорим о том, в том числе шестого технологического уклада, значит, значит, Сергей Глазев очень сильно эту тему развивает абсолютно правильно и так далее. Это, знаете, нанотехнологии, биотехнологии, IT-технологии. Конечно, это приоритет, это будущий новый уклад. Но, значит, мы должны понимать и насущность своей потребности и, значит, потребности страны. И одна из самых главных это проблемы энергетики и вторая проблема транспорта. Вот главная проблема экономики. Без этого фундамента ничего развиваться не будет. Среди проблем транспорта сейчас первоочередная проблема авиастроения. И не только потому, что, будем говорить, так сказать, вот наши лишили возможности купить эти иностранные самолеты. Значит, а вообще, в принципе, потому что это такая отрасль, которая не должна зависеть от чего. Значит, Россия единственная страна на планете, в некоторых точках, к которой ничем невозможно добраться, значит, кроме авиационного транспорта. Причем, я не говорю, что надо лететь на дальнее расстояние с Москвой в Анадель. Там, значит, на многих территориях Сибири и так далее, между двумя населенными пунктами, между которыми 20 километров, ничем, кроме вертолета или маленького самолета не доберемся. Даже вот такие вещи-то. Значит, и вот, как бы, когда я говорю про систему планирования, она должна быть в системе, значит, в первую очередь для таких систем, как вот авиация. Вот я выступал, вы говорите, много лет назад, да, выступал и говорил так, что, почему вот у нас плохо идут дела по развитию собственной авиации, по разным причинам, но в том числе, потому что там нету цели полагания. В Советском Союзе было два мощных заказчика, да, значит, Министерство обороны и Министерство гражданской авиации, МГ. Вот они формулировали, значит, заказ, значит, какие нам будут нужны самолеты, какие у нас сейчас есть и какие нужны будут через семь лет. Помните, у нас был цикл, когда прям поколениями самолеты менялись, значит, так, они говорили, нам нужно будет самолеты с такими-то характеристиками, экономическими, с такими-то дальностями, с таким-то, значит, как бы вместимостью, предположим, пассажиров и так далее, и так далее, и нам нужно вот, значит, такие-то классы самолетов, такие-то самолеты в каждом классе, так, значит, и сколько штук, примерно, они закажут, и вот начинал работать это авиапром, значит, объявлялись, во-первых, он был на конкурентных началах еще со временем, если вы сегодня еще помните, там разные КБ, Туполевская, Яковлевская и так далее, и так далее, но они понимали, значит, над чем они работают. Значит, ну, то же самое по линии Министерства обороны. Вот, собственно говоря, первоначальная, значит, основа, куда двигаться должна авиация. Есть у нас такой системы? Нету. Вот неоднократно поднимался вопрос, значит, в правительстве, значит, в Совете Федерации, там, и так, на разных региональных совещаниях. Ну, вот, нам нужны самолеты, типа, значит, ну, предположим, там Ан-2, на замену Ан-2. Ответ Министерства промышленности был всегда такой, да мы не знаем, сколько надо самолетов. У нас тут есть заказ на 6 штук, ну, что мы ради 6 будем там разворачиваться? Ну, послушайте, на 6 это, значит, кто-то там им прислал, будем говорить так, но это не значит, что нет потребности, значит, что нету других субъектов Федерации, значит, и так далее. Кто должен это все обобщить? Кто должен узнать, сколько самолетов какого типа, нужны субъектам Федерации, там, на месте, на земле. Нужны министерствам нашим, ну, кто пользуется? МЧС, значит, Министерство обороны, Министерство, предположим, медицинное, здравоохранение там и для специальных целей, да, и так далее, и так далее. Значит, свести это воедино, вот ответ был такой, ну, допустим, они создадут, а потом мы выпустим, никто не купит, потому что авиакомпания, якобы, этого не заказывает. Да, авиакомпания, значит, они не думают об этом, они получили здоровый биржа, и будь здоров. Но тогда на основании этого общего сводного заказа должны быть в своем роде протоколы намерений, значит, протоколы будущих контрактов с объектом федерации, с министерствами, с этими начальниками, предприятиями и так далее. То есть, должна быть выставлена система, без этого мы никуда не двинемся. Значит, казалось бы, я говорю об абстрактных вещах, не говорю конкретно, давай будем делать Ан-2 там, или Ан-114, я говорю, что бесполезно решать конкретные вещи, ну, сегодня вытянули МС-21, а завтра надо думать же, надо создать эту систему, которая постоянно действует, постоянно воспроизводится. Но когда ты произносишь слово госплан, это знаете, как этот, кто Геббельс говорил, да, когда говорят культуру, я тянусь за пистолетом, вот сейчас произносили госплан, все за шикарь, значит, это не воспринимается, а без этого страна никуда не будет двигаться. Вячеслав Анатольевич, давайте вот, это такое будущее, которое, конечно же, наступит, это вот сегодня, Путин вчера подписался, закон о продаже газа за рубли. При этом определены инструменты для того, чтобы это делать. Открываются какие-то счета в Газпромбанке. Как вы считаете, это дело чем кончится? На самом деле, значит, это абсолютно правильное решение. Ну, абсолютно правильное, с любой точки зрения. Значит, ну, некоторые говорят, ну, нефть, газ, такие вещи специфические, которые все равно оцениваются в долларах, да в чем бы они ни оцениваются, оценивают в золотых сливках, в динарах и так далее. Главное, чем расплачивается, значит, так, а перевести, предположим, там, оценку в долларах или в евро, в рубли, это техническое дело проще простого, как говорится. Есть курсы, есть там, движение, курсы рубля и так далее, это абсолютно правильное дело. Потому что, значит, это заставляет, пункт первый, ну, стабилизует валюту, потому что, значит, все-таки приток, будем говорить, спрос на рубль укрепляет рубль. Это раз. Значит, причем, поскольку этот спрос остается на длительном промежутке времени относительно стабильным, он же не падает там, значит, то как бы эта стабилизация, она будет эти не всю минуту, там, купили, там, а она более-менее продолжительная делась. За последние 6 лет у нас рубль изменился с 23 рублей за доллар до, вот, только что было 100. А как же торговать? Это же нужно, чтобы Центробанк имел какой-то инструментарий, чтобы рубль так не скакал. Вам завтра продадут за 3 евро, а в рублях это будет стоить столько, что мама не горюй. Где стабильность рубля? Совершенно правильно. Это, значит, как бы курсы определяются спросом и предложением. Спрос возрос, курс упал, правильно, доллары. Значит, курс рубля, соответственно, подрос. Если он выходит за какие-то границы, это определяется на бирже, но если он выходит за какие-то границы, то должен вступить действие в Центробанк и произвести, значит, интервенцию или наоборот, изъятие. То есть, он должен регулировать этот курс Центробанк, значит, своими способами и методами. Знаете, сказать по правде, значит, еще много-много лет назад, значит, во второй плане 90-х годов мы делали такую попытку перейти на расчеты с компанией Дибирс за алмазы. Значит, на рубли. На рубли, да. но тогда, будем говорить, еще не был развит финансовый рынок, значит, и потом было действовало правило стопроцентной продажи валютной выручки. То есть, если мы там зафиксировали, что мы продали за доллары, мы обязаны были ввести долларов в Россию. что на самом деле, это примерно одно и то же, что сейчас продажи за рубли. Значит, нам хотелось попробовать, чтобы они именно за рубли у нас покупали. Ну, две или три сделки мы провели, но не было необходимости и старым развивать это дело. Да и не было решения на уровень Российской Федерации. Это противоречило тому, что было принято. Но жизнь показала, что это возможно. Это правильное решение. Значит, вот здесь мы сейчас говорим, значит, как раз, значит, о роли, значит, есть здесь две темы, которые, значит, у нас, вот на одном этом примере можно раскрыть две темы. Вот тема первая. это планирование. Вот мы говорили только про авиацию, да? А теперь давайте посмотрим, а что дальше будет с газовой промышленностью? Вот они сейчас, значит, как бы отказываются, значит, покупать у нас за рубли. Как-то я думаю, что будет время такое бурное, значит, ну, как-то утихомирится и будут покупать. Но дело-то в том, что стратегическая цель Евросоюза, значит, и многие других стран говорят о том, что мы в принципе будем отказываться от углеводородов. И эта цель прозвучала не сегодня, а еще довольно давно. вот видите, борьба с этим глобальным потеплением, там же произошла эта цель, что мы до 2030 года вообще уйдем от ископаемого сырья. Останется, возможно, только газ на 150-м году прикончим. И газ этот, и так далее. То есть, вообще-то говоря, мы должны уже сегодня думать о том, значит, что будет с нашей газовой промышленностью. переживем мы это время как-то там. Значит, а дальше? А вот у нас есть как раз время до 2030 года, чтобы мы произвели перестройку, значит, направление деятельности нашей газовой промышленности. Значит, здесь есть несколько направлений, сразу, по которым надо сейчас активно очень действовать. Значит, это газификация населенных пунктов. Мы, только 60-70% населенных пунктов имеют газ, значит, в целом по стране, так? А ведь надо газифицировать не только быт, но и промышленные предприятия, сельхозяйственные предприятия и так далее. Надо завершать эту работу. Это грандиозная работа. Да, президент дал поручение сделать специальную программу еще раньше, но сейчас работа должна быть резко активизироваться. Газифицировать, в том числе, и транспорт. Ну, газификация автомобилей, всем дело понятное, да? А вот вы ведь прекрасно знаете, как один из самых лучших знатоков авиации у нас в стране, что у нас же в Советском Союзе еще опытные образцы были выплесены самолеты гражданской авиации на газовые двигатели. Это тема и научно-техническая наука, значит, это тема и производственная, это может быть и перспектива газовой промышленности. И это элемент борьбы с глобальным потеплением, потому что выбросы значительно меньше в атмосферу деятельности авиации. Значит, дальше, вот мы здесь сидим, здесь, ну, которые сделаны, видимо, из кипяча, значит, может быть, стоили 150 лет назад. А все остальное это посудило искусственные материалы. Из чего они? Из чего? Вот крышка стола этого и так далее, и так далее. Это полимеры. Это газо-нефтехимия. Значит, у нас, к сожалению, в этом направлении делается много, но совершенно недостаточно. Ну, мы привыкли туда-сюда нефть разгонять, в лучшем случае, там, переработав ее бензин и керосин. Вот это направление. А это и производство удобрения, причем не только вот, значит, тех удобрений, о которых сейчас страдает, значит, азотный и так далее, и так далее, но и в соединении с фосфором, это комплексное удобрение. У нас есть, где соединять с фосфором газ и так далее. Значит, иначе говоря, применение газа. И плюс надо менять логистику наших внешней связи по газу. Как ее менять? Ну, традиционно наше любимое дело строить трубы, трубопроводы. Вот Сила Сибири-2. Она нужна нам, в первую очередь, чтобы из Западной Сибири газ пришел в Южную Сибирь, Красноярск, значит, Абакан, там и так далее, и так далее, и двинул дальше, значит, на Монголию, Китай, значит, и Юго-Восточную Азию. Новый рынок сбыта. Он заменит вполне, значит, Северный поток-2. А второе направление, очень важное направление, это сжиженный газ. Вот у нас более-менее удачно работает Сабета, да, значит, Ямал. Напротив Сабеты, значит, через Обскую Губу, Гданский полуостров, огромные запасы газа, там надо строить порт, значит, там надо строить, осваивать месторождение, значит, и делать новый пункт, значит, сжижения газа и развозки по всему миру. Индиго, это Нинейский округ, это место глубоководное на берегу Северного Ледового океана, которых мало, вообще-то говоря, у нас в стране. Он же отмели там достаточно низкой глубины, здесь еще царь собирался там построить порт, это конкурент Мурманск был, значит, труба рядом магистрали вот эти, которые идут в Европу там и так далее, рядом проходит, сам Нинейский округ, один из газодобывающих округов, пожалуйста, значит, завод по сжижению газа, извози из Арктики этими кораблями по всему миру. Вот эти направления, значит, необходимо вот сейчас реализовать, они должны продуманы и так далее, и так далее. Это план, это план, это программа. Значит, вот так, если мы подойдем ко всему, к транспорту, значит, к железнодорогам и так далее, вот главное направление, которое должно быть выработано, значит, по которым мы должны, значит, двигаться. Вы скажете, ну, допустим, самый лучший план мы составим при помощи твоего госплана, который ты предлагаешь восстановить там, ну, не только я, многие же, я, будем говорить, один из, там есть люди, которые гораздо глубже эту проблему знают. Ну, а как это все реализовать? Ну, нужны деньги, это первое. И вот тут-то мы переходим вновь возвращаемся к Центральному банку. Где взять деньги-то на все это? Вот надо радикальным образом менять положение Центрального банка в сфере, ну, в структуре наших органов государственной власти. Он, что значит, независимый Центральный банк, никому не подчиняющийся? Значит, за исключением того, что там руководитель назначается по представлению президента, так больше никакого у него формально по законам подчинения никому нету. Он самостоятель, независимый. Но это попытка, жалко такая попытка сформулировать ту ситуацию, которая есть в Америке с Федеральной резервной системой. Ну, Америка совсем другой государственный, и их, значит, Федеральная резервная система, она имеет совсем другие функции, она фактически руководит финансов всего мира. У нас Центробанк, значит, должен стать на место, это должен быть один из органов государственного, значит, управления, подчиненный, значит, в том числе правительству. Второе, функции Центробанка должны быть радикальной замены тоже на заказательном уровне. Его задачей является развитие, значит, экономики, значит, а не, значит, только контроль за стабильностью денежной системы. Если мы так подойдем, то мы поймем, что должна быть перестроена сама работа Центробанка. Вот, например, сегодня, значит, наша денежная масса, которая есть в стране, привязана вовсе не к реальному сектору экономики, а к наличию резервов, значит, у Центробанка, золота, валютных резервов. Почему, значит, это так? Это рудимент, это наследие вот этого Вашингтонского консенсуса. Те, раньше, вот представьте себе, какая-нибудь страна, Зимбабве, да, Международный валютный фонд, значит, дал им кредиты и пытается извлечь оттуда. тогда он должен проследить, чтобы, значит, эти кредиты вернулись, значит, у них денег в обращении должно быть не больше, чем их резервы валютные, чтобы в любой момент их изъять и так далее, иначе, значит, там будет дефолт и все, ничего не вытащили. Вот так же примерно у нас остается этот рудимент. Почему? Значит, количество денег в обороте должно уравняться классической формулой, классической политэкономии Адамы Смита и Карла Марсовной. Значит, сумме цен товаров, значит, плюс сумме цен услуг, которые мы указываем, деленное на скорость обращения денег. Это наша текущая жизнь. Надо следить, чтобы, значит, денежная масса соответствовала, значит, товарной массе, массе услуг и так далее. Это я в принципе говорю. Горбачев не сумел обеспечить это соответствие. Вот и пошла в разнос экономик. Вот откуда корни дефицита. Помните, когда ничего не было? Потому что денежная масса выросла настолько, что товаров стало не хватать по фиксированным ценам. Ему надо было либо цены, значит, отпускать, либо зарплату снижать и приводить все в соответствие. Но это так, я утрированно говорю, так по-крестьянски, как говорится. Это одна его задача. Значит, вместе с правительством, без этого никак. Вместе с госпланом, с этим. Значит, и второе, он должен обеспечить расширенное воспроизводство. Значит, как это делается? Ну, грубо говоря, значит, кредитный портфель наших коммерческих банков в своей части своих активов, ну, то, на чем он зарабатывает, должен состоять из кредитов, которые он дал предприятиям на инвестиционную деятельность. А сзади него, значит, в качестве гаранта должен стоять центральный банк, который ему дает необходимые средства, чтобы он выдал кредиты. Хорошо, а когда Центробанк дает коммерческому банку кредиты, вернее, деньги, для того, чтобы он выдал кредиты, он как должен быть уверенным, что это пойдет именно туда, куда необходимо, на развитие каких-то производств? Есть здесь два способа. Один китайский. Значит, так, коммерческий банк, значит, имеет план модернизации производства, расширение, которое дало ему предприятие, и представляет его в ЦБ. Значит, или второй, который применялся, предположим, в других странах, в той же самой Японии, переучет векселей, предприятие, которое хочет развиваться, выпускало векселя, сдало их, значит, коммерческую банку, коммерческий банк предъявил центральному банку и получил от него деньги. Значит, на развитие производства. Должна быть установлена строгая система отчетности, чтобы они именно туда пошли. Это то, что делали японцы, когда они после Второй мировой войны развивали свою экономику. Это они называли, значит, политикой короткого ошейника. То есть они, значит, финансами, руководя финансами, заставляли промышленность двигаться в том направлении. Решило Министерство торговли, значит, промышленности и внешней торговли Японии, что вот эти отрасли народного хозяйства нам не нужны. Устарела текстильная промышленность, мы не конкурентоспособны, нам не нужно выкинуть ее. Надо развивать старолитейную промышленность. Вот все, ни один банк не даст кредит в текстильную промышленность, только в старолитейную. Значит, так. А текстильная промышленность никто не говорил, что вы там, значит, самоуничтожаете и так далее. Есть у вас деньги? Развивайтесь. Нет денег? Все, сворачивайте производство, шуруйте в Юго-Восточную Азию. Там ищите азиатов и так далее. Вот эти все механизмы должны быть, значит, как бы, ну, есть финансовые инструменты, финансовые речи и так далее, и так далее. Не будем далеко ходить. Возьмем сталинскую экономику. Ведь она так была построена. Я не оговорился. Я говорю именно сталинскую. Почему? Потому что многие люди понимают нашу историю в Советском Союзе как какую-то, знаете, сплошную линию. Совершили революцию в 17-м году Владимир Владимирович Ленин и мы вот как возникли, так в такой же точной ипостаси и пришли к 91-му году, когда Горбачев там разрушил нашу страну. Ничего подобного. Наша страна за это время прошла несколько совершенно разных отрезков в своем развитии. В политическом, экономическом и так далее. В классическом своем виде, значит, экономика, которую сейчас все изучают и пытаются понять, в чем же смысл ее высочайшей эффективности, которую никто не произошел, даже в современной Китае. Это вот сталинская экономика, значит, особенно после военный период. Вот там, то, о чем я вам говорю, вот так же и применялось. Был жесткий контроль над потребительским рынком и ценным. Кстати, в скобках я скажу, там не было государственных предприятий при выпуске товаров, в основном это были артели, не государственные. Точно так же, значит, делали целевая эмиссия денег, безналичных денег, для стройки какого-нибудь там комбината металлургического, для выпуска самолетов и так далее, и так далее. Значит, эти механизмы в современных условиях можно же переосмыслить, воспроизвести и так далее, потому что они давали результат. Нам сейчас нужен результат. Вот так же везде и всюду. Я еще могу сказать, что, конечно же, финансовая сфера, она должна сопровождаться соответствующими налоговыми мерами. То есть это то, что экономисту надо создать хозяйственный механизм, надо создать хозяйственный механизм, который настраивал бы на достижение результата, на работу. Стафан Анатольевич, ну, надо все это сейчас будет, как это сказать, осмыслить. Вот. И в заключение я хочу несколько совсем коротких вопросов. Вот скажите, что сейчас делать с удобрениями? Может, могут удобрения нефть стать инструментом политического влияния России? Я, например, до сих пор этого не вижу. Все экономику, все страны Запада используют экономику как политический рычаг, если они военные вообще. Почему мы не пользуемся таким же инструментарием? Я думаю, это любое политическое, значит, ну, скажем, могущество, давление и так далее, оно основывается на экономическом, даже совершенно понятно, и военном. А военная тоже связана с экономикой. Значит, конечно же производство удобрения, по некоторым видам удобрения мы вообще для некоторых, ну, я бы сказал, макрорегионов планеты мы являемся вообще почти монополистом. Где-то по 40% наша доля, где-то по 60%, и так далее, и так далее. Конечно же, это мощный рычаг. Я думаю, что сейчас посмотрим, чем обернется дело, когда мы заставили платить их за газ. Возможно, мы перейдем на такую же схему и по удобрениям. Кстати, по некоторым удобрениям вы знаете, что правительство по решению президента приняло решение до конца, до этого посевного года, до сентября, грубо говоря, прекратить экспорт. Он запрещен. Он останется здесь. Пригодится нам еще на Украине. Скажите, почему Великобритания себя ведет так? Они диктуют цены на газ. Потому что вся газовая биржа, например, находится в Лондоне. И люди, которые живут в Европе, они вынуждены подчиняться в какой-то маленькой стране, такое островное государство, которое вообще непонятно, откуда у него такая сила и как оно диктует вот это влияние. Почему Борис Джонсон и его министры такие наглые, могут заявлять, что мы там всех уконтропупим. На чем зыждется вот их уверенность в том, что они самые сильные и самые мощные? Не только для нас, но и для Европы. Первое, мы должны рассматривать Великобританию как симбиоз совокупности с Соединенным Штатом Америки. Это, знаете, классическая такая схема, кто виляет собака, руководит хвостом или хвост собака. Это симбиоз. В идеологическом плане, в идеальном плане, ну, скажем так, в мироощущении, что ли, вполне возможно, что английская элита еще даст с точки вперед американская и в этих всяких разных там наднациональных структурах еще неизвестно о том руководит с точки зрения политики, идеологии и так далее. Это первое. Поэтому надо рассматривать их вместе. Кроме того, Великобритания имеет и традиционную сферу своего влияния. Мы думали, что она исчезла, что это заурядная там страна, то туман Альбион и так далее. Пусть они там пьют, а футбол играют. На самом деле, значит, они сохранили очень четкие, жесткие позиции у многих районах мира. Турция. Многие специалисты, значит, по внешнеполитическим вопросам считают, что многие события, которые проходили на Кавказе и так далее, и так далее, они были не без участия в Великобритании, которая это инспирировала, которая это натравливала друг на друга и так далее, и так далее. Вот этот вот Ближний Восток, это традиционная сфера влияния. У них довольно сильные позиции в Азии. Значит, ну, вот Гонконг, это понятно, да, хотя это составная сейчас Китай, но тем не менее, значит, она достаточно автономная и вот события, помните, там, волнения всякие разные, они тоже же ведь подпитывали, в том числе, и ДНО, и финансово, из Великобритании. Больше того, ну, специалисты-синологи, то есть люди, которые изучают Китай, они считают, что в Китае есть две ярко выраженные таких вот, ну, что ли, группы специалистов, людей, руководителей, которые по-разному ориентированы. Вот есть группа, значит, которая сейчас главенствует во главе с председателем СИИ, так, она ориентируется на Баяяных, на эти круги, там, будем говорить, так, на широкие массы, там, ну, предположим, еще по старинке христианства и рабочий класс, городские низы, а вторая, не менее сильно, важно еще называть иногда шанхайской, иногда не так, значит, она, в общем-то, значит, еще связь 19 века с британским капиталом, значит, имеет Италию, то есть Британия еще сильна в этом, значит, еще сильна ее разведка, это знаменитый МИШИС, это очень сильное государство за кулисами, значит, а с другой стороны, в экономическом и военном части, это, конечно, часть Соединенных Штатов, это дает им силу такую, значит, будем говорить, по всему миру, а почему они сейчас возбудились, вот сейчас, почему там, скажем, еще 10-15 лет назад, ну, там, как бы, да потому что сейчас время такое, когда возможно, значит, возбуждение, и вообще столкновение, вот эта геополитическая обстановка, она неспроста такая, к этому подвела, значит, сама ситуация в мире, значит, вполне возможно, вернее, как сказать, я думаю, что вопрос не в том, что они пытаются оседлать, предположим, Россию, там, или там, весь мир, вот эти англосаксы, скорее всего, они пытаются защитить свою позицию, видя, что почва у них исходит, уходит из-под ног, вот почему они занимаются пострекательством, враждебностью, и так далее, и так далее, а почему она уходит, ну, потому что, как говорят политэкономы, заканчиваются действия, происходит смена технологических укладов, вот то, на чем сейчас базируется экономика, значит, она достигла своего предела, вот почему надуваются финансовые пузыри, рецессии, и так далее, грубо говоря, вложения, значит, в какие-то сферы деятельности, не дает больше прибыли, слишком, значит, большая конкуренция, слишком много, некуда вкладывать деньги, грубо говоря, вот они возвращаются в виде амортизации, и так далее, накапливаются, а вкладывать некуда, вкладывать надо в новые, высокотехнологичные отрасли, которые обеспечивают прорыв, вот мы находимся на стыке двух эпох, ну, каждая такая эпоха, значит, ну, длится 40-50 лет, вот мы к концу очередной эпохи, когда началось с 70-80-х годов, значит, как бы сейчас, ну, вперед выйдут те, значит, кто, либо старый будет использовать с наиболее эффективностью, как это делают азиаты, и так далее, и так далее, либо кто, значит, прорвется вперед в каких-то совершенно новых технологиях, и так далее, ну, нет прорывов, значит, ни у кого, ни в Штатах, ни в Англии, и так далее, в то же время, азиатские страны, особенно Китай, значит, старотехнологически независимы, они больше не нуждаются в что-нибудь украсть, какую-то технологию, Китай, они сами ее способны разработать, вот этот стыковый период происходит переоспределение сил, ну, Китай вышел в экономические лидеры, правильно, значит, ну, Россия заявила на свои претензии, значит, какие-то Индия, это же огромная страна, целый континент, можно сказать, которая, значит, тоже, в общем-то, становится более-менее независимой, она в некоторых отношениях пронималась очень вперед, и свидетельством является не только успехи самой Индии, а тот факт, что, посмотрите, во многих IT-технологиях Соединенных Штатов Америки, генеральными менеджерами, главными, президентами компании, генеральными директорами являются индусы, и естественно, что, когда они выходят на поверхность, происходят тектонические такие взрывы, столкновения, похоже, значит, Америка пытается успеть в поиск, который уходит, и поэтому они проявляют такую активность везде и всюду, значит, и в том числе, внести политических активностей, в том числе, им надо к Украине у нас столкнуть, ведь, значит, вот если бы не было превентивного решения нашего президента, события на Украине все равно состоялись, только инициаторами были бы украинцы, их прямо заталкивали туда, понимаешь, надо наехать на Россию, надо на пассе, и так далее, и так далее, значит, как бы в сочетании с тем, что Зеленский не смог справиться с внутриполитической ситуацией, где там к его приходу оказалось все гораздо хуже и запущеннее, чем мы думали, все органы власти, все идеологические структуры, все образовательные структуры уже были заполнены такими ярыми, значит, националистическими кадрами, там, идеями и так далее, что он просто эту махину не смог, а то давай еще отлакать, давай Шируй. Вот сейчас до вас, у меня гость был один, он сказал, что сейчас вот олигархи украинцы, очень озабочены тем, куда пристроить свое добро, потому что явно, что в случае негативного для них развития событий, вся их собственность, ну, таких как Лисичанский комбинат, металлургический комбинат, там, в Краматорске, в Мариуполе, хоть он сегодня и разрушен, но его за три года можно отстроить с иголочки, вот, затем многие промышленные предприятия, авиационные, тот и сейчас, тот же Коломойский, например, якобы встречался в Стамбуле с Романом Абрамовичем, который был, якобы, в украинской делегации, на самом деле, как говорят, шло обсуждение того, как бы сбагрить какую-то собственность через Абрамовича кому-то, и идет вот уже такой, не то, что пилеж Украины, а идет ее распродажа, в предчувствии скорой гибели. Как вы считаете, этот процесс имеет место? Конечно. Ну, как бы сказать, я, конечно, со свечки не стоял, но я думаю, что он не может не иметь места. Значит, почему? Ну, потому что они понимают, что, значит, события идут таким образом, что, очевидно, те действующие лица, которые сейчас есть на Украине в экономике, там, олигархи, так называемые, и так далее, их никто не оставит там. Поэтому, значит, самый лучший способ сейчас Бышенко кому-нибудь это все сбагрить. А кому это все сбагрить? Да, в будущем победителю русским. Ну, да, особенно Роману Абрамовичу. Нашим полигархам. А Абрамович, значит, как сказать, он не обязательно имеет в виду себя, а это фигура, будем говорить, которая находится на стыке. Такой коммуникатор. Коммуникатор. Понятно. Значит, нашим, который имеет в этом интерес и в случае, в случае, если все закончится таким образом по тем сценариям, которые некоторые предполагают, ну, предположим, там, ну, в Донецке это понятно. Значит, Донецкая республика и все остальное прочее, кому-то надо этим заниматься. Будут привлечены какие-то компании, в том числе российские. Мы, может быть, вот им, значит, сдать, продать и так далее, и так далее. Сбагрить сейчас. Значит, или договориться о том, что потом это было. Значит, ну, то же самое, и никто же не знает, чем закончится. Значит, я имею в виду с организационной структурой, даже не с точки зрения того, кто победит в военных действиях, там, и так далее. Значит, а что будет потом, после этих всех событий? Какой будет Украина? Высказываются совершенно разные версии. Значит, и несколько республик на территории Украины, там, значит, или одна, допустим, подконтрольная, или там, дружественная Российская Федерация. Но факт тот, что, значит, старая команда, она уйдет. И если кого-то из них оставят, то это будет вообще полное преступление, и никогда невозможно ответить перед нашим народом, которые там, масса людей погибли, из-за того, что они подпитывали, все эти олигархи подпитывали вот эти режимы, которые там есть. Подпитывали, в том числе, националистов, которые убивали, значит, людей на Донбассе, которые терроризировали людей на всей остальной Украине, и так далее. Они имеют точно такое же вино, как гитлеровские промышленники, которые во времена Гитлера, понимаешь, значит, составили экономическую основу, они были наказаны Яломаршахтам, и все остальное прочее, эти то же самое. Вот они, наверное, понимают это, пытаются сбалить. А вообще говоря, значит, когда мы говорим о ходе событий, то, конечно же, вы понимаете, что всю страну всклыхнули вот эти последние сведения, которые после переговоров, эти заявления Мединского, значит, ну супер, понимаешь, неумелый, неудачный, ну вся страна буквально всклыхнулась. И, конечно, вы людей начали приходить на ум мысли, а для чего мы все это затеяли, понимаешь, ведь если мы подпишем любой договор, любой, значит, и сохраним все, что там есть сейчас, ведь это все возродится. Уже при жизни, значит, наших детей это все вновь возник, но вновь война будет, потому что же все остается по-прежнему, только они там бумажки, которые писали, что больше так не будут. Значит, надо же доводить до конца, значит, ну цели, которые поставил президент, прежде всего демилитаризацию, значит, деноцификацию. Вот если говорить о демилитаризации, значит, и это вот наша с вами тема, продолжение экономической темы, то я думаю, что речь должна не только должна быть о разоружении вооруженных сил, значит, о полном перформатировании всех их силовых структур, значит, о том, что у них должна остаться только какая-то часть внутренних войск, там пограничники и так далее, и так далее, больше никаких войск не должно быть, но надо, значит, и полностью демилитаризировать их промышленность. все эти южмаши, понимаешь, все остальное проще должно быть, Антоновы, там, все остальное проще должно быть таким образом реорганизовано, чтобы они никогда не смогли производить никакую военную технику. Ну, тем более, что они гражданскую продукцию производят очень качественную, тут же Антонов, те же ракеты, хочу напомнить, которые в морском старте, их делали на Украине, прекрасные ракеты были, хорошие запуски. В заключение нашей беседы я хочу перескочить вот с этого конфликта, за которым очень внимательно в Китае наблюдают, и спросить вас вот о чем. Как вы считаете, может Китай, вот на фоне вот такого внешне кажущегося бессилия западных стран, которые сегодня, ну, Украине, если и помогают как-то в этой войне, то помогают очень специфически, якобы оружием, которое непонятно, как оно доходит, а Китай это смотрит, может Китай решить свою главную проблему, после того, как он решил проблему с Гонконгом и с Макао, возврата этих территорий, и наброситься на Тайвань. И тогда уже реально будет опасность действительно Третьей мировой войны, горячей, потому что, в отличие от Украины, американцы же Тайвань просто так не отдадут. Ну, вот мы с вами говорили про этих вот англо-саксонскую политику, да, вот помните, я говорил, что Украина это, значит, инструмент у них в руках, но надо понимать, что вот такую пострекательскую позицию они ведут не только по отношению к России, они ведут и по отношению к тому же самому Китаю. Вот откуда берутся конфликты, может, на которые мы не очень обращаем внимание, но они существуют между Вьетнамом и Китаем, между Кореей и Китаем, понимаешь, и так далее, между Японией и Китаем, в том числе территориальные споры, это же все, значит, во многом дело рук, значит, Соединенных Штатов Америки и, значит, под руководством этих мудрых, англо-саксов из королевской семьи, понимаешь, так, вот, зону напряжения они создают во многих местах, значит, так, и надо иметь в виду, что у Китая тоже есть свои проблемы, значит, и он, определяя свою внешнюю политику, значит, и внутреннюю политику он всегда смотрит, то есть, у него есть такие заботы, а во многом они его и сдерживают. Конечно, как развернутся события на Украине, если они обернутся самым приятным исходом для, значит, России, то, конечно же, для китайцев это будет такой мощный урок, значит, что они тоже могут, значит, так, но я не думаю, что китайцы начнут немедленно заниматься реализацией, значит, этого силового воссоединения в Тайване. Во-первых, на самом деле, они ведут такую незримую работу, которая уже начинает давать плоды, ну, на Тайване начинает говорить, значит, особенно молодежь, что почему бы нам и не присоединиться к Китаю, несмотря на всю пропаганду и так далее. Были такие сообщения, которые они получили развитие, но тем не менее, о том, что американцы начали эвакуировать оттуда полупроводниковую промышленность, значит, ну, по крайней мере, по части тех плат, которые, ну, представляют особую ценность, потихонечку переводить, значит, опасаясь там возможного развития событий и так далее. То есть, там тоже идут, значит, разного рода события, значит, но, значит, Китай, скорее всего, будет ждать, значит, что будет дальше с Америкой, потому что в контексте того, что я говорил, смены технологических укладов там и так далее, и так далее, не зря заголосили все эти швабы о том, что, как бы, и капитализм исчерпал себя, и заговорили о том, что должен смениться мирохозяйственный уклад, а это даже не технологический уклад, про который я говорю там, а мирохозяйственный, он предполагает, что изменения систем управления, политических систем и так далее, и так далее, как он несколько раз менялся, скажем, вот после Второй мировой войны, после Первой мировой войны, когда империи эти рассыпались, все там, меняется все, и вот они, как бы, похоже, что это действительно так, и поэтому они ждут еще, когда еще больше ослаблится Соединенные Штаты Америки, когда... То есть, как такой комодский варан, да? Китайцы, они укусили его? Внутренняя проблема США. И сейчас будут ждать, когда он умрет. Достигнут еще больше остроты, когда им, возможно, не до Тайваня этого будет, значит, а вполне возможно, что к этому делу и подойдет, потому что экономика в Соединенных Штатах слаба в принципе. Не зря же там Трамп появился, ну не зря совершенно, потому что, значит, вот экономика в Соединенных Штатах, вот если вы приехали, приедете в Нью-Йорк, вы видите, что товары широкого пользования, в основном азиатского происхождения, качественные товары, в основном европейского. Чем занимаются, значит, американцы? А тем, что друг друга сферы услуг, постиндустриальная экономика, друг друга бреют, стригут, ботинки чистят. И все это валовый якобы национальный продукт. А за счет чего тогда они живут? Они длительное время жили за счет, ну, нековолентообмена, потому что владельцы, значит, вот те же самые аэрбасы, значит, заложенные там, значит, их интеллектальная, там, иная маржа. А самое главное за счет двух, трех, вернее, главных отраслей. Это так называемые креативные отрасли, значит, непроизводственные. Кино, музыка, значит, всякие мультики, значит, вот эти вот программы компьютерные и так далее, которые они заполнили весь мир. Вы посмотрите, уже нет ни итальянского кино, ни французского, никакого. Они это, значит, весь мир, это огромные деньги. Они произошли по доходам, вот эта отрасль, значительно произошла и авиационная отрасль, там, и авиастроительная, там, и так далее, и так далее. Значит, второе, это, конечно, IT-технология. Что бы мы там ни говорили, но любой там айфон, который, хотя его и собирают, производят, с участием многих стран мира, в том числе европейских, но львиную долю, значит, прибыли, ну, порядка 100, если взять за стоимость айфона, там, за 100, то не менее половина, она оседает в Соединенных Штатах Америки. Я уж не говорю про все остальное. Это гигантская отрасль. Ну, и, конечно, финансы. До предо временем, всего этого хватало, значит, но сейчас, значит, в связи с упадком их внутреннего производства, все большим, большим, большим упадком, все больше и большим притоком дешевых азиатских, единых товаров, то, значит, там теперь не хватает хронический, внешторговый дефицит, хронический дефицит бюджета и так далее, и так далее. Это не может не привести к тяжелому ситуации. Вот Трамп пришел как раз на волне борьбы с этим. Он же сказал, сделаем Америку опять великой. Он начал забирать производство, он понимает эти процессы. Не может страна с такой структурой экономики возглавлять весь мир. Значит, это может нам небольшая королевская семья, может быть, возглавлять, но страна целая, значит, сжировать на этом не может. Ну, Трамп еще вернется, и тогда, не знаю, кому от этого будет. Американцы, может быть, и лучше будет, а нам, не будет лучше. Нам бы наблюдать за этим процессом, как делают комодские варены. Вячеслав Анатольевич, спасибо большое и до новой встречи у меня за углом.